приветствую вас уважаемые ученики и сегодня я начинаю курс видео уроков по c++ в microsoft visual studio сразу предупреждаю что эти уроки предназначены для новичков и поэтому гуру программирования я прошу относиться более снисходительно если что-то неправильно там написал или мог бы сделать лучше в общем начнем для того чтобы начать писать сам код нам необходимо создать проект нажимаем файл создать выбираем проект затем мы можем выбрать пустой проект либо консольное приложение win32 но мы выберем пустой проект потому что там не особо нужно что-то настраивать просто и назовем его произвольно соответственно в графе я его назову lesson one цвета сам можем выбрать расположение где находится наш проект методом клика кнопку обзор и выбора папки куда нам нужно сохранить значит мы ввели название выбрали пустой проект нажали ok у нас создается проект по умолчанию так как у меня русский интерфейс программы у вас может быть английский но по умолчанию всегда справа находится обозреватель решений включить вы его можете виде обозреватель решений также другие тут окна комбинарки соответственно в нем вы можете видеть наш проект он называется lesson one он свернут и вы его разверните и в нем находятся папки нам необходима папка файла исходного кода то есть source files английском не слово interface клацаем правой кнопкой мышкой выбираем добавить и ждем создателями после этого выбираем файл кстати слева находятся такие расширения файла нам необходимо везде использовать visual c++ или c++ соответственно выбираем файл c++ пишем название я назову его в мейн так как по умолчанию принято называть мейном то есть тот файл в котором будет основной код и жмем добавить у нас появляется вот такое окно где мы видим c++ создался тот файл такой в обозревателя и соответственно мы уже можем приступить к написанию кода сначала нам необходимо прикрепить библиотеку библиотеку мы прикрепляем посредством написания решетка открываем вот такую скобочку пишем и остри можем выбрать при написании иос если у вас 13 visual studio закрываем соответственно что мы сделали тут мы прикрепили библиотеку из 3 и остри которая отвечает за вот и вывод информации на экран соответственно сразу предупрежу вас что в c++ весь код читается по порядку как принципе во всех остальных языках программирования и также хорошо считается комментировать свой код то есть чтобы потом дальнейшем не запутаться при открытии своих проектов ну или вообще вот вы открыли проект и позабыли к примеру что это значит вы можете закомментировать комментируем мы такими двумя бэкслэшами и далее мы можем прописать произвольный комментарий который мы хотим то есть текст допустим тут я пишу прикрепили библиотеку ввода что я делаю далее я пишу следующий код using namespace std . запятая все строки кода необходимо заканчивать . запятой потому как это очень важно и это главное правило которое вы должны запомнить одно из скажем что я тут сделал я показал что мы будем использовать пространственные имена такие как std используем пространственные имена что мы делаем далее у нас существуют разные типы переменных но сейчас мы будем пользоваться только одним типом который не требует возврата и она называется будет соответственно мы пишем будет затем мы пишем название мы пишем мы открываем закрываем скобки потом открываем фигурные скобки они практически закрываются или вы должны не закрыть если у вас ранняя версия Microsoft Visual Studio что мы сделали по умолчанию main является исходной точкой то есть программы компилятор сам понимает что вам ну получается ваш код будет начинаться с мэйна то есть он понимает что main это исходная точка программы которая будет изначально выполняться вне зависимости от которого перемены указали выше там ниже где в фигурных скобках мы будем писать код который будет выполняться у нас соответственно что мы сделаем ну так как у нас знакомство и первый урок поэтому мы используем оператор вывода он называется seout затем мы производим битовый сдвиг это вот такие опять же кавычки и пишем в кавычках вдвойных то что мы хотим вывести на экран то есть в консоль соответственно ну как принято обычно для всех напишем hello world затем мы указываем опять же битовый сдвиг и пишем что мы тут сделали seout это оператор вывода на экран на экран текст либо какой-либо информации может быть цифры тут любые символы неважно в кавычках произвольная информация указывается это это принято называть битовым сдвигом вот эти две кавычки далее у нас указывается эндл что такое эндл эндл это у нас расшифровывается как эндлайн кээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ просто переход на новую строку, а handle кроме того, что переводит на новую строку наш последующий код, который мы будем писать. Ну, к примеру, вывод еще один. Давайте, скопируем это, ставим, и тут напишем testPlan, переведет на новую строку. Что произойдет, если я сотру это, ну, и нам необходимо это указать в бэкслэшн. Что мы делаем? Мы можем указать его вот тут, в кавычках, но мы можем также указать битовый сдвиг, опять же, открыть с кавычки и в этих кавычках написать бэкслэшн. То есть мы можем указать непосредственно его в тексте в первом, который мы писали, можем указать, опять же, дальше. Вы можете произвольно указывать, сколько хотите этих кавычек, которых вы можете указывать любой текст, опять же, любой, какой хотите. Но чтобы перейти на новую строчку, нам необходимо использовать либо бэкслэшн на новую строку, либо handle оператора. Ну, я пользуюсь обычно handle, так как handle не только переходит на новую строку, он еще и выгружает, получается, поток данных. То есть следующий поток у нас, который будет использоваться, то есть данные, которые будут находиться в потоке, он будет чист, так скажем, и в него занесутся следующие данные. Итак, так как компилятор, соответственно, если он скомпилирует код и выведет нам это на экран, то последующие действия потребуются, там будет написано нажмите далее для продолжения, там или что-то в этом роде, я уже не помню толком. Мы жмем Ctrl F5. У нас компилируется проект. Давайте подождем немного. Первый раз сюда долго. Что произошло? Так как мы ничего не указали, то есть до того, как вывести на экран, то есть у нас код выполнился, в принципе, но из-за того, что у нас не происходит дальнейшее действие, никакое не требуется от пользователя, то есть код вывелся, выполнился, программа вот эта, что находится у нас в скобках, и она автоматически закрылась. Для того, чтобы посмотреть результат, нам необходимо написать system, открыть скобки, открыть кавычки в этих скобках и написать пауз. Не забывайте про точки запятые. Что мы сделали? Ожидание дальнейших действий пользователя, скажем так. Теперь попробуем скомпилировать, опять же, этот код. И что мы видим? Как вы видите? Что произошло? У нас выполнился, собственно, код, типа переменной VoIP, вывелась на экран наша строка Hello World, перевелась на новую строку, и, соответственно, вывелась вторая строка, cout, test1, и так как мы тут указали backslash n, это переход на новую строку, и, опять же, мы следующий указали backslash n, у нас два раза перешло на новую строку, и поэтому мы видим тут пробел, и затем мы видим только то, что находится в следующих, в иных кавычках, test2, то есть test2. И опять же, я перешел на новую строку, и я вижу, для продолжения нажмите любую клавишу, то есть это system pause, которая указала. Я жму клавишу, у меня закрывается. Если бы я не указал, к примеру, вот тут, handle или backslash n, давайте посмотрим, что случится. Для того, чтобы вы поняли, если знали, то есть наглядно, вот видите, получается у нас вывелся hello world, и без перехода на новую строку вывелась test1, то есть, ну, а, соответственно, там, опять же, переходы указаны вниз. Поэтому мы вернем это все назад, давайте. Необходимо, ну, для юзабельности для пользователя, то есть, чтобы было лучше, чтобы выглядело более наглядно, указывать переход на новую строку. Спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и комментарии.